Пастбищные земли, проблемы поливной воды, субсидии и другие актуальные вопросы стали темой обсуждения на прошедшем Талдыкургане Курултая Национальной Ассоциации Животноводов Казахстана Шопаната. Как и какие проблемы крестьян будут решаться, смотрите в нашем следующем сюжете. Курултай в нынешнем году объединил более 100 фермеров региона. Каждый из них связывает с ним большие надежды. О проблемах говорили откровенно. Мы родом из села Кокпак Раимбекского района. Здесь проживает 400 семей. 150 из них не имеют ни одного гектара земли. У нас нет никакого производства. Основное занятие сельчан – растение водства и разведение домашнего скота. Но даже пасти животных нам негде. Вода из Харгоса покрывает орошаемые земли района. В связи с этим необходимо большое водохранилище вдоль границы с ним. Из года в год водохранилище уменьшается, а по мере его уменьшения возникает дефицит воды. Вот уже много лет не теряет своей актуальности проблема получения пазвичных земель. Их нехватка негативно сказывается не только на открытии собственного дела, но и на развитии уже действующего. И эта проблема присуща для каждого региона. В том числе и по фактам долгосрочной аренды земли, неиспользуемой по назначению. Участники Курултая требуют разобраться в этом деле, чтобы в будущем каждый из нуждающихся смог получить долгожданный пай. По оценкам экспертов, в настоящее время в Алматинской области рассматривается вопрос возврата государству более 1 миллиона гектаров неиспользуемой земли. За один день проблемы не решить, поэтому здесь находятся приглашенные специалисты, в том числе руководители и заместители госучреждений. Я также отмечаю себе каждое ваше критическое замечание. Завтра мне будет легче работать. Не менее острым остается дефицит поливной воды. Из-за прошлогодней засухи пострадали многие хозяйства Алматинской области. Внедрение современных водосберегающих технологий может решить эту проблему. Однако этот метод затратный и не каждому по карману. А потому большинство фермеров просят предоставить скидку на использование инновационного решения. При отсутствии СПК каждому фермеру мы дадим субсидию в размере 23 тиин. Тогда они будут платить 55 тиин вместо 78 тиин за кубометр воды. Это большое подспорье для небольших хозяйств. Средства можно выделить как из республиканского бюджета, так и из областного. Единственное, нужно внести некоторые изменения в закон. Объединяться в сельскохозяйственные кооперативы предложили собственникам небольших фермерских хозяйств. Таким образом, для многих крестьян решится вопрос получения субсидий, лизинга техники и другого. Преимуществом таких союзов станет увеличение выращиваемой продукции, налаживание стабильного сбыта, а значит увеличение прибыли. В настоящее время в Алматинской области свыше 30 действующих кооперативов. Более 80% из них задействованы в мясном и молочном животноводстве. В области еще много небольших крестьянских хозяйств с земельным наделом в 5-10 гектаров. Нужно использовать опыт наших коллег из южного региона и объединить мелкие хозяйства в кооперативы. Пересмотреть сельскохозяйственные реформы стало еще одним требованием участников Курултая. Из-за принятых 5 лет назад нерациональных, по мнению участников съезда, поправок, сегодня многие хозяйства по разведению коней и верблюдов попросту лишены государственной поддержки, в отличие от свиноферм. К тому же, часть изменений уже не актуальны, считают участники Курултая. Если я приобретаю трактор, мне дадут всего 25%. Получается, трактор Беларусь 82 – это 1 миллион 700 тысяч от суммы в 6 с лишним миллионов. Однако сумма 6 миллионов 800 тысяч – это цена, по которой оценивался процент еще в 2014-2015 годах. На сегодняшний день Курултай Национальной Ассоциации Животноводов Казахстана «Шопаната» проводится в каждом регионе страны. Один из экспертов сельского хозяйства – Алмазбек Садырбаев. Он инициирует встречи с крестьянами из разных регионов республики, чтобы не только обсудить проблемы отрасли, но и решать их на районном и областном уровнях. А ряд актуальных предложений фермеры адресуют в профильное министерство.